МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Так хотела, чтобы он вернулся обратно. Может быть, из-за этого у ребенка ухудшение началось. Я не знаю, папы не хватает просто рядом. Женщина предприняла попытку самоубийства, когда узнала, что бывший муж собирается в ЗАГС с другой. Пока она была без сознания, ее маленький сын выпал из окна. Это было случайно. Да мы подоговорили всех детей, чтобы они соврали. Они боялись, чтобы нападок не было. Его мама перевела в другую школу. Ребенок настолько любил свой мобильный телефон, что ради него спрыгнул с третьего этажа. Кто будет отвечать за действия мальчика? Семья или школа? Она не забыла вас. Она не забыла. Она знает, что у нее есть мать. А как вы ей объясняли, что вас нету? Что вы есть, но вас нету. Молодая мама ушла за лимонадом, и исчезла. Через несколько дней женщину нашли. Вот только она отказалась возвращаться к мужу и маленькой дочке. Что случилось через год, узнаем в суде. Истец просит увеличить установленный размер алиментов на ребенка. Ответчик с иском не согласен. Считает его необоснованным. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску Самохваловой Ирины Алексеевны об увеличении установленного размера алиментов на ребенка. Ответчик Самохвалов Виктор Юрьевич. Слушаем вас. Ваша честь, я прошу увеличить алименты, которые платит мне на данный момент мой бывший муж. Платит он в размере 34 520 рублей. Нет, подожди, он платит в твердой сумме или это просто такова четверть его дохода? Да, от своей зарплаты он платит. Мне сейчас на данный момент нужно 45 тысяч рублей. Я сейчас объясню, почему. Объясни, почему, пожалуйста. Объясню, успокойся. Так, подождите, она для того и пришла в суд, чтобы все это объяснить. Вы зачем ее подстегиваете? Ребенок у нас родился на 8 месяце, раньше срока, соответственно, с самого рождения. У нас очень большие проблемы с ребенком. Выписали нас только через 2 месяца из больницы. Сначала поставили диагноз воспаления легких, но потом уже окончательно вынесли другой диагноз, гипертрофическая кардиомиопатия. Это сложный такой диагноз, очень такое тяжелое заболевание, которое сначала бессимптомно, потом стало проявляться. Соответственно, более года мы с ребенком потом по больницам, я из больницы вообще не вылазила просто, с одной больницы в другую больницу. Он нас и не видел, в общем-то. Он ребенком вообще не интересовался, не занимался абсолютно. То есть ребенок полностью на мне. А сейчас у ребенка ухудшение. Мы все надеялись, что становится как-то, но сейчас у нас началось ухудшение. Так а почему? Объясни. Поэтому я объясняю. Подождите вы! Да, я расскажу. Извините. Что вы впереди паровоза-то бежите? Хорошо. Он вообще не выдержал вот этого всего, то, что мы постоянно по больнице с ребенком. Ну, ушел, как, да, как все мужики у нас. Зачем больной ребенок, правильно? Лучше найти другую, да, шел себе, кстати, другую, женился. У них сейчас скоро родится ребенок. Соответственно, он вообще даже хочет, насколько я знаю, потом подать иск на уменьшение алиментов. А ничего, что наоборот, мне увеличить надо их. Так ты объясни, почему надо. А я объясняю. Так, слушайте, прекратите ее подгонять. Все она объяснит без вас. Я прошу прощения, но она не объясняет. Я объясняю, ты мне не дойдешь объяснять. Значит, я спрошу, значит, вы объясните. Ну, что вы все время тут погоняете? Она все равно под вашу диктовку говорить не будет. Я все надеялась на улучшение. Но улучшение нет, только ухудшение началось. Соответственно, ребенку немедленно необходима нужна операция сейчас. Сколько стоит операция? 123 520 рублей. А вот я хочу, чтобы он оплатил эту операцию. 123 520 рублей. Мы, конечно, могли бы в государственное обратиться, но там нужно ждать. Возможно, там вообще чуть ли не полгода ждать придется. Это стоимость операции. Да, да. Поэтому в платную придется обращаться. И потом еще нужно 150 тысяч на восстановление. Мы поедем с ребенком в санаторий, чтобы за ним там ухаживали, помогли нам побыстрее восстановиться. Соответственно, раньше у нас на лекарства уходило где-то полторы тысячи. А сейчас еще на лекарства больше приходится платить. 4 420 где-то в среднем, а потом, может быть, еще больше увеличится сумма. 4 в месяц? 4 420, да, в месяц. Сейчас пока приходится, а возможно и больше скоро будет. Так, не поняла, 4 420 это стоимость лекарств? Лекарства, лекарства. За месяц? За месяц. Раньше полторы тысячи хватало, а сейчас вот эта вот сумма нужна. Соответственно, я поэтому и прошу увеличить алименты. Я работать не могу. Я уже давно, уже не помню, когда я работала. Сначала на удаленку перешла, потом полставки как-то себе сделала. Я не могу за ребенком, нужен постоянный уход. Естественно, в детский сад он не может ходить. Он дома. Благо нам сейчас мама моя помогает. Хоть вот это радует. Хоть какая-то помощь. А он, нет, он даже и не вспоминает про ребенка. Зачем? У меня ребенок, да, непостоянно. Где папа? Где папа? А что я ему скажу? Где папа? У меня теперь другая. И другой ребенок. А если у тебя этот ребенок больной родится, тоже их тоже так же бросишь, уйдешь, да? Я все надеялась. Я все так хотела, чтобы он вернулся обратно. Может быть, из-за этого у ребенка ухудшение началось. Я не знаю, папы не хватает просто рядом. Но нет. Все мои надежды, это просто без толку. В общем, у меня такой иск. Да, то есть вы хотите, чтобы я взыскала с него дополнительные, это называется, расходы. Не увеличение размера алиментов, а дополнительные расходы на лечение ребенка. Он вполне может это сделать. Все поняла, все поняла. Должность, зарплату повысили. Все поняла. Ответчика слушали. Уважаемый судья, я не согласен с исковыми требованиями, потому что я ежемесячно плачу приличную сумму. Больше я платить не собираюсь, потому что у меня новая семья. Прошу прощения. Замолчали оба. Разъясняю, что вы собираетесь и что вы не собираетесь. Суд не особо интересует. Суд как установит, так вы и будете поступать. Понятно? Поэтому давайте не собираюсь, а аргументируйте. Аргументирую. Я ежемесячно сплачу приличную сумму. У меня новая семья. У меня супруга. Она беременна. Мы ждем ребенка. У меня полное ощущение, что мной манипулируют только для того, чтобы вернуть семью. Я уже поняла, что ты не вернешься. Уважаемый судья, здесь не прозвучал еще один очень важный факт. Почему ребенку стало хуже? Потому что отстанет рядом. Потому что ребенок выпал из окна первого этажа. А почему? Потому что ее мама, Ирина, захотела покончить жизнь самоубийством. Наглоталась таблеток, потеряла сознание. Все. Ребенок выпал из окна. Это хорошо, что теща работала недалеко. Она моет подъезды в соседнем доме. Она возвращалась, увидела ребенка. Он плакал около окна. Она взяла ребенка, прибежала в квартиру, увидела бездыханное тело Ирины. Вызвала врачей. Ты думаешь, у нее легко? Врачи ее откачали. Врачи откачали. Ребенок особо не пострадал, ничего не сломал. Да, есть ушибы. Но после этих ушибов ребенку стало хуже. Через два месяца нам сказали прийти еще раз на обследование. Пожалуйста, вердикт врачей. Нужна операция. Мне что делать? Там до этого даже были учения. Только потому, что ты решила свести жизнь с концами. Пожалуйста, мне это все расхлебывать. Я чисто уже морально не выдержала. Ты понимаешь, как мне тяжело. Уважаемый судья, наш ребенок родился раньше времени. Почему родился раньше времени? Потому что виничка... Можете не перечислять. Я и так... Естественно, не мешайте мне. Она виновата. Правильно? Но я всегда во всем виновата. Он ей говорил, давай-ка мы будем прекращать с этими вредными привычками. Ну, вино было. Короче, она виновата во всем. И кто виновата, и в этом виновата. Уважаемый судья, у меня новая семья. Я не хочу расхлебывать только вот это все, только потому, что у человека, извините, психическое расстройство. Моя новая супруга родительная, здоровая ребенка. Родить тебя от такого родителя. Вы знаете, вот грех, ну вот хочется, чтобы у вас какие-то неприятности были. Ну, я вам скажу, она не курит, она не пьет. Значит, это называется, знаете, этих помоем или новых сделаем. Значит, этих полечим или новых сделаем. Я просто ссылаюсь на то, что она не курит, не пьет. Она адекватный человек. Вы знаете, у некурящих и неупьющих родятся больные дети. Я понимаю, я понимаю. Не дай бог, конечно. Но, во всяком случае, мной никто манипулировать не будет. Я плачу, я исправно плачу. Все, все, все. Вами будет никто манипулировать не будет. Суд будет решение выносить. Так что вы нам поясните по этим фактам? Ну, что мне пояснять? Да, я люблю кофе. Про вино это уже, он сам на выдумывал. Нет, вы мне про суицид про ваш. Мне это вообще то, что вы... Ну, потому что не выдержала я уже морально. Мне очень тяжело, очень тяжело. Я и не высыпаюсь постоянно. Я не знаю уже, что со мной произошло. Просто уже психика моральная не выдержала. Ну, как мне с этим бороться? Да, я пожалела уже об этом, конечно. Но я рада, что выжила, что мама помогла мне. Ну, случилось такое, да. Виновата. Больше не будет? Не повторится. Ага, не повторится. Для меня самое главное в жизни ребенок. Не повторится. Я бы тоже с удовольствием поработала бы. Мы не могу, к сожалению. Так, документы, пожалуйста, мне передайте. Так, хватит, а? Все документы по этим самым... Вы ведете себя отвратительно. Ужасно. Не по-мужски, и просто отвратительно. Вот здесь все ваши на оказание платных медицинских услуг. Да, я все принесла, все. Так, а у вас какой доход? Какой? У вас доход какой? Хороший у него доход. Купил... Какой у вас доход? Меня спрашивают. Я не вас спросила. Какой у вас доход, я вас спрашиваю. 98 тысяч рублей. А? 98 тысяч рублей. И все? Да больше там гораздо. Нет, официально моя белая зарплата. 98 тысяч. Официально белая зарплата. А серая? А серой у меня нету. Да больше ты гораздо получаешь. Запрещено законодательством Российской Федерации. Да, все понятно. Когда человек говорит, белая зарплата у меня такая-то, то предполагается, что у него есть и серая. Когда я получала зарплату, я просто говорила, зарплата, слова «белая» не было вообще. Суть удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Это было случайно. Да вы подоговорили всех детей, чтобы они соврали. Они боялись, чтобы нападок не было. Его мама перевела в другую школу. Педагог решила отучить школьника от мобильного телефона и выбросила гаджет в окно. У нее получилось. Уже несколько месяцев ребенок не пользуется мобильником, так как находится в коме. Она не забыла вас. Она не забыла. Она знает, что у нее есть мать. А как вы ей объясняли, что вас нету? Что вы есть, но вас нету. Женщина ушла за лимонадом и пропала на год. Она бросила мужа и маленькую дочку. И не вспоминала о них все это время. А теперь решила вернуться. Вот только супруг не пускает ее даже на порог квартиры. Тебе, трудно было самому согласиться мне увеличить сумму, а? Выдохни. Ты сам выдохни. Выдохни, дамочка. Да? Выдохни. Иск Самохвалова Ирины Алексеевны с учетом уточнения сделанных в ходе судебного заседания о взыскании с отца ребенка дополнительных расходов удовлетворить. Взыскать с ответчика дополнительные расходы на содержание ребенка в связи с ее болезнью в размере одного прожиточного минимума в месяц до выздоровления ребенка или до окончания лечения. Прошу садиться. В соответствии с 86-й статьей Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств тяжелой болезни, увечения несовершеннолетних детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними, отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства, каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в внесении дополнительных расходов вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в внесении дополнительных расходов и размер этих расходов определяется судом, исходя из материального семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания и интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Ну, кроме того, суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. В данном случае у нас как раз о будущем идет речь, поэтому на весь этот период, вот пока это лечение будет происходить, вы еще дополнительно прожиточные минимумы на ребенка, предусмотренные в вашем регионе, будете матери ребенка выплачивать. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Удивительно просто, как мужики быстро забывают своих детей и находят себе новых любовниц. Какая наглость все-таки у моего мужа. Я рада, что суд видит такое решение. Это правильное решение. Хорошо, я буду выплачивать эту сумму. Не такой уж я и подлез, и негодяй, как говорит моя бывшая жена. Но я надеюсь, что эта ситуация и как-то Ирину тоже вразумит. На какие-то размышления. Дети стали разменной монетой в руках этих родителей. Ты назвался отцом, обеспечивая. Ты слышишь вообще себя? Вот тест ДНК. Это не мой ребенок. Алиса Турова объяснит взрослым, в чем смысл жизни. Что она может ему дать? Мне все деньгами медлится. Не пропустите. Дела судебные, яблоко раздора. Да это вообще не твой ребенок. Ты это понимаешь или нет? На нашем телеканале. Истец требует компенсировать вред здоровью и моральный вред. Ответчик иск не признает. Слушаем, истца. Ваша честь, в нашей семье случилась трагедия. Сейчас мой сын находится в тяжелом состоянии в больнице. Я считаю, по имени педагога и также школы. Дело в том, что сын наш, Сенечка, он гаджетозависимый. У него такое постановили болезнь. И он безумно зависим от телефона. Вот как наркоман. Если у него нет телефона 15 минут, у него уже ломка начинается. Мы с мужем поняли, что это проблема, и с этим надо как-то бороться. Мы обратились к психологу. Психолог катастрофически сказал, что нельзя сразу убирать у него, отбирать телефон. Нужно это делать постепенно, заменяя на что-то другое. Мы с мужем четко следили за этим. Он сел делать уроки, отложил телефон, и знал зауч, и все к нам подходили с пониманием. То есть вы эту школу поставили? Да, да, и все с пониманием относились. Единственный педагог, это наш классный руководитель, учитель математики, старой закалки. И однажды, вы представляете, на уроке она подбегает к нему, выхватывает телефон, поднимает руки вверх, и как с собачкой. Ну-ка, отними. Ну, соответственно, Сеня просит, у него истерика, отдайте мне телефон. Она подходит к открытому окну и говорит ему, а если я выброшу, ты выброшешься? Он говорит, да. И она кидает этот телефон, и Сеня выпрыгивает в окно. Этаж, конечно, второй, но он высокий. И он неудачно у нас упал. И когда к нему уже подбежали, он был без создания. Сейчас у Сени, вот у нас выписка из истории болезни, находится в коме, в тяжелом состоянии. И врачи нам ничего определенного сказать не могут. Они сказали, это решение врачей, что ему нужно лечиться в Израиле. Это вышло 2 миллиона рублей. У нас тут все есть. Это еще недорого. 2 миллиона рублей. Передайте, пожалуйста. Моральный вред в размере мы хотим миллион рублей. У нас с мужем таких денег нет. Мы просим, чтобы школа возместила нам этот вред здоровью. Потому что я считаю, если мы отдали детей, они переступили порог школы, то полностью за здоровье наших детей несет ответственность школа. И вы понимаете, было недавно, неделю назад, был суд над данным педагогом. А, было возбуждено уголовное дело. Да, ей дали всего лишь год. Вот, есть приговоры, решение суда. Давай, передайте, пожалуйста. Год условно. За эту преступную халатность всего лишь год. Поняла вас. Слушаем ответчикам. Уважаемый суд, я и есть тот нехороший учитель. Во-первых, родители виноваты в первую очередь. Вы согласны? Потому что с детства ребенка приучили к гаджетам. И когда диагноз принесли родители и сказали, что он гаджетсозависимый, я родителям предложила перевести его в другую школу. Почему? Ну согласитесь, что со здоровыми детьми должны учиться здоровые дети. Одному разрешили, другие тоже вытащили и начали играть. Это что будет за урок? Они тоже скажут, что мы тоже гаджетсозависимые. Хорошо, Ваша честь. А если бы был наркоман? Ну или клептоман? Я что, должна разрешить колоться на уроке? Или воровать у соседей вещи из портфелей? Вы вообще себя слышите? Да, я себя очень хорошо слышу. У одного педагога? Мальчик не живет в реальном мире. Давайте мне, пожалуйста, рассказывайте, в чем живет мальчик, уже не надо. Я уже поняла. Рассказывайте, что произошло на уроке. Был сложный урок, очень сложная тема, математическая. Я собирала внимание класса. Я его собрала, начала объяснять тему. Она требует времени. То есть мне нужен был весь урок, все 45 минут. Как бы уроки не безразмерны, сами понимаете. Сеня вытащил телефон и начал играть. Я его попросила. Сенечка, убери, пожалуйста, телефон. Он убрал. Через минуту он опять его вытащил. Я опять попросила. Через секунду он опять его вытащил. Я отвернулась к доске, начала объяснять тему. В это время я услышала гогот за своей спиной. Поворачиваюсь. И что я вижу? Семен смотрит какой-то ролик по телефону, смеется в голос. В это время все, кто сидел на первых партах, повернулись к нему, тоже гогочут. Кто сидел на задних партах, все вылезли к нему, тоже гогочут. Все. У меня урок с органом. Ложь от начала до конца. Дима, не объясни на. Понимаете? Ну, я подошла и выхватила этот телефон. И пошла к своему столу. Я хотела положить на подоконник этот телефон. В это время Семен соскочил, налетел на меня, выбил у меня из рук телефон, и он упал в окно. Это была все секунда, Ваша честь, вот секунда. И он быстро сам выпрыгнул туда. Вот, вы знаете, это вот две секунды, я даже не успела ничего сделать. Да, это было ужасно. Эта ситуация очень ужасна. Ваша честь, это все неправда. Ну, как неправда? Да, у меня даже есть свидетель. У меня есть одноклассник моего сына, его друга, Антона. Давайте свидетеля. Подождите, пригласите, пожалуйста. Ваша честь, это было. Давайте свидетеля. Был суд, было следствие. Мы потом выяснили. Вас осудили. Вас осудили? Вас осудили. Но меня осудили условно. Ну и что? И с правом работать с детьми. Послушайте, вас осудили. У вас обвинительный приговор. Поэтому мне не надо рассказывать сейчас, что вы ни в чем не виноваты. Я не оспариваю, не могу, не имею права оспаривать. Приговор, вынесенный другим судом, он для меня... Он же формальный приговор. Безусловие. Вы осуждены. Здравствуйте, уважаемый суд. Меня зовут Богоевский Антон Васильевич. Я хотела рассказать всю правду. Мы сидели на уроке математики с нашим преподавателем Ингой Владимировной. И у Сени была зависимость от телефона. Он сидел, как обычно, в телефоне. Ну, просто смотрел в телефон и что-то смотрел, какие-то видео. Учительнице это не понравилось. Она подошла к нему. Ну, грубо говоря, даже подбежала. Вырвала у него телефон и ушла к себе на стол. Ну, где у него стоит стол, рядом с подоконником. Сеня вскочил, подошел к столу и начал сначала, сказал, можем вернуть мой телефон. Она говорит, а если я выкину твой телефон в окно, то ты прыгнешь за ним? Он начинает кивать и говорит, да. Учительница кидает телефон и говорит, ну что, будешь прыгать? Я хочу к нему подбежать. Уже почти подбежал, а он уже прыгает, и я не успела его схватить, чтобы поймать. Потом мы все быстро спустились вниз посмотреть, как Сеня. Он лежал без сознания, и его увезли в больницу. Видите, в каком состоянии ребенок, провоцировать его вообще? Это имущество, какое имели право его выкидывать вообще в окно? Купленный за деньги родители. Да я его не выкидывала. Так. Это было случайно. Да вы подговорили всех детей, чтобы они соврали. Они боялись. Ребенок данный перевелся в другую школу, чтобы нападок не был. Его мама перевела. Подговорили всех. Директор подговорила всех детей. Все сказали неправду. Его перевели совсем по другому поводу. Плохо учили. Директор, конечно, защищал. Конечно. Все дети сказали, вот как говорилось. Ты согласился прийти, потому что уже в другой школе не боишься. Да, потому что учительница говорила, то, что надо всех сыграть, ну... Ну, угрожали им. Да. Мама его перевела в другую школу. А теперь в другой школе Ребенок соответственно и обратилась к нему. Он уже ничего не боится. Он рассказал, как на самом деле это было. Поняла. То есть в учебном заведении кто из-за кого? Ну, дали цепля вынесение. Да, получается, да. Далее в программе. Она не забыла вас. Она не забыла. Она знает, что у нее есть мать. А как вы ей объясняли, что вас нету? Что вы есть, но вас нету? Молодая мама ушла за лимонадом и исчезла. Через несколько дней женщину нашли. Вот только она отказалась возвращаться к мужу и маленькой дочке. Что случилось через год, узнаем в суде. Вы, наверное, вместе собрались, чтобы это придумать все. Если это не ваша должность, идите подметайте улицы, если вас раздражают дети. Я сколько сделала для вашего ребенка. Я так старалась, чтобы он вылечился. И вы после этого мне тут... Иск удовлетворить частично. За искать со школы лицея звезда 2 миллиона рублей на лечение 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Прошу садиться. Юридическое лицо ответственно за вред, причиненный его работникам. Поэтому ваш иск, в принципе, направленный к школе, может быть удовлетворен в этом плане, что к школе, а не к ней самой. Статья 1085 Гражданского кодекса определяет, что при причинении гражданина увечья или нового повреждения его здоровья, возмещению подлежат все дополнительно понесенные расходы, в том числе и даже на будущее время. Вот все, что вызвано повреждением здоровья. Расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, приобретение специальных транспортных средств, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Исцом представлены доказательства того, что эти медицинские услуги не могут быть представлены бесплатно, так как имеется рекомендация непосредственно лечащих врачей о том, что его лечение возможно в клинике в Израиле, которая за это берется, и стоимость этого лечения составляет 2 миллиона рублей. 151-я статья Гражданского кодекса определяет моральный вред как причинение физических или нравственных страданий в связи с нарушением личных неимущественных прав человека. Материалами дела установлено, что по вине преподавателя школы причинен тяжкий вред здоровью малолетнего фургатого Семена. Он в настоящее время находится в коме, неизвестно, не останется ли он инвалидом, не будет ли он нуждаться всю жизнь в сторонней помощи, сам он не может себя обслуживать. Понятно совершенно, что жизнь родителей полностью теперь посвящена уходу за ребенком и вообще как-то облегчению его существования. Не требует доказательства в суде в силу 61-й статьи Гражданского профессионального кодекса, что родитель страдает при любой болезни ребенка. Это даже не нужно доказывать. Совершенно очевидно. При любой болезни. Но здесь, когда родители каждый день не знают вообще, выживет их сын или не выживет, и вся их жизнь кружится вокруг ухода за ним, и как они испытывают при этом моральное и физическое напряжение, поэтому суд приходит к выводу, что действием ответчика родителям также причинен моральный вред. Но при определении размера компенсации морального вреда суд учитывает требования Гражданского кодекса о том, что необходимо учитывать материальное положение, так сказать, и учитывает требования разумности и справедливости, поэтому взыскивает не весь моральный вред, который вы попросили, а половину, поскольку школа, так сказать, специальными особыми средствами не располагает. То есть взыскивает 500 тысяч. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Очень надеюсь, что данные средства помогут поднять моего сына на ноги, и чтобы никогда больше учителя так не поступали. Ни с моим ребенком, ни с каким-то другим. Естественно, школа выплатит эти деньги. Вот так вот. Вот такая ситуация. Посвящая детям свою жизнь полностью. Вот в итоге никакой благодарности. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Есть двухкомнатная квартира, а мне ноль. Если вы не можете вернуть свои деньги... Не буду я тебе ничего платить. Будешь. Вы будете делать то, что решит суд. Если благополучие ваших детей под угрозой... Почему вы на деньги ребенка купили квартиру на свое имя? Да потому что я тоже имею право на эту квартиру. обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я намерена пойти в прокуратуру еще дальше. Да идите куда хотите. Ваш ребенок опровергает ваши слова. Это бесплатно. Истец требует вселить ее в квартиру и не чинить препятствия в пользовании жилым помещением. Ответчик отказывается пускать в квартиру жену, так как она бросила семью. Слушаю вас. Да, Ваша честь. Мы с мужем и с дочкой Вика ее зовут проживаем в двухкомнатной муниципальной квартире по договору найма муниципального. И значит, моих родителей уже нет в живых давно, но им досталась эта квартира. Понимаете, Ваша честь, и когда я вышла замуж за моего мужа Геннадия, значит, соответственно, в договор вписали его. И он тоже является таким же нанимателем, как и я, данной квартиры. Понимаете, Ваша честь, так получилось, что я просто уже как месяц проживаю у подруг, потому что Гена не пускает меня в квартиру. Я ее спрошу обо всем, но в ваших указаниях не нуждаюсь. Понимаете, он меня уже не пускает в квартиру как месяц, я каждый раз пытаюсь попасть домой, а он грозится спустить меня с лестницы. А почему, скажи, пожалуйста. Гена, ты не имеешь права такого делать. Здесь я задаю вопрос. Это вам непонятно? Стойте и молчите. Спасибо, Ваша честь. Понимаете, и у нас все-таки дочь, и я когда ее родила, я с ней сидела, я ею занималась, и дочка нуждается во мне. Ей уже четыре годика, Гена, и ей нужна мама. Так, не Гена, а Ваша честь. Вы мне рассказываете. Простите, Ваша честь. Понимаете, ну, это, такого просто не может быть. Я должна быть рядом с ребенком, Ваша честь, вы понимаете? А где вы будете до этого-то? Ну, да, я признаюсь Вашей честь, ну, я оступилась. Я пошла в магазин за лимонадом, и там познакомилась с красивым, молодым, эффектным парнем. Его зовут Юлиан, и он показался мне таким романтичным. Я таких эмоций еще никогда не испытывала. И вот он мне предложил погулять с ним, провести время, устроить романтическое свидание. Ну, я и подумала, что отлучусь на два часика, ну, ничего не будет. Они все равно... И удалились на сколько? На два часа, всего лишь на два часа. Да, Гена, на два часа. Вы отлучились на два часа, когда вернулись, ваш муж не пускает в квартиру, и вы в суд пришли? Нет, нет, я расскажу, как все было. Так я и спрашиваю вас, вы отлучились на два часа? Я расскажу. Значит, получается, что я вот познакомилась, мы уехали с ним провести время, он устроил неромантическое свидание, я таких эмоций никогда не испытывала. Ну, и так получилось, что я пропала на год, ваша честь. Так вы отлучились не на два часа, а на год, правильно? Ну, ваша честь, ну, с кем не бывает. Не знаю. Я же признала свою ошибку, ваша честь. Этот год вы ребенком не занимались, не интересовались? Деньги платили? Ну, ваша честь, я работаю, я... Вы деньги, алименты ребенку посылали? Ну, я... Ну, с кем не бывает, ну, ваша честь, я работаю, я могу помогать ребенку сейчас, в этом проблемы никакой не будет. Я буду помогать. Я задаю конкретный вопрос, а вы начинаете мне рассказывать, что вы можете делать. Я вас спрашиваю, вы этот год платили ребенку алименты? Нет. Не платили? Интересовались ребенком? Я появлялась периодически, приходила, где у нее... Где вы, куда вы приходили? Вот у нее детский сад, где я туда приходила и периодически с ней общалась, приносила ей шоколадки, всякие... То есть вы виделись с ребенком? Да, я виделись с ребенком. Я виделись с ребенком, ваша честь. Она знает, что вы ее мама? Она не забыла вас? Она не забыла, она знает, что у нее есть мать. А как вы ей объясняли, что вас нету? что вы есть, но вас нету. Ну, Ваша честь, ну как? Ну она же моя дочка, я должна быть с ней рядом. Ну как я? Нет, вы ничего не должны, как уже доказала жизнь, вы ничего не должны. Вы год с ней рядом не были, она выжила. Она не проявлялась, не приходила, ничего не делала. Я призналась в этом, Гена, но я считаю, что... Ребенку сколько сейчас? Я вопросы вам задаю. Четыре годика. Четыре года, год вы ее не видели. Она не забыла, мать? Забыла? Забыла. Я так не считаю, Ваша честь. Я появлялась, и девочка бежала ко мне, моя доченька, Виконька моя, она ко мне бежала, я ей давала шоколадочки, и она со мной была рядышком, моя девочка. Ой, моя девочка, вы эти сопли оставьте для сериалов каких-нибудь, ладно? Моя девочка, моя девочка, год не видела, моя девочка. Она не появлялась, я тут такой вышел, что она в садик ходила. Ну хорошо, она вот так исчезла. Когда она появилась? Вот через год она появилась у вас на пороге. И сказала, прости, давай все забудем. Да-да, так и было. Несложно угадать. С такой легкостью просто все это говорит, ну вот, просто вот она вам рассказывает это, и то, что она спокойно куда-то уехала, она спокойно мне изменила. Ну, то, что изменила, это хрен с ним. То, что она ребенка бросила, это да. То есть ей было все равно на ребенка, на меня. То есть, понимаете, она, как вот год назад, она когда вышла за лимонадом, вот, мы вышли, легли спать с дочкой. Мы раньше легли, я думал, что, ну, мало ли, сейчас она вечером сходит и вернется через полчаса домой. Вот, а понимаете, я просыпаюсь с 5 часов утра. А ее нет. Ее нет, да. А ее и сейчас просто. То есть я смотрю на телефон, у меня пропущенные. То есть несколько пропущенных было звонков. Я перезваниваю, естественно. Не абонент, вообще звониться не могу. Абонент не абонент. Телефон выключен, да. Несколько раз перезванивала, такая же ситуация. Думаю, ну, что делать, человек пропал, наверное, что-то, может, случилось. Я пошел в полицию, писать заявление. Мне, естественно, говорят... Что только через трое суток. Посоветовали обратиться в поисковый отряд. Ну, то есть, мало ли, что случилось, все-таки надо человека искать. Вот. И, так как я был единственным, кто об этом знал, что она пропала, меня сделали главным свидетелем и главным подозреваемым в этом деле. По делу, угу. Ну, то есть, были и теории, что вообще я ее убил, и меня сделали... Что, Гена, убил? Да это смешно, Генка. А ты думала как? Ты слышишь вообще себя? Ты понимаешь, что ты меня... А что вы думаете? Это не так? Он-то как раз правду говорит. Ничего смешного вообще в этом нет. Это не ему пришло в голову, а милиции пришло в голову. Естественно, совершенно, когда исчезает человек, в первую очередь подозревают мужа или жену. Я не понимаю, чему вы улыбаетесь. Я не понимаю, чему вы смеетесь. У вас же вообще человеческие эмоции, кроме восторженных соплей, есть? Ребенок мог вообще один остаться. Меня посадили бы в тюрьму. Что было бы с Викой? Ты понимаешь об этом? Наташа? Не надо к ней обращаться. Давайте дальше. Вот. Ну, она через несколько дней объявилась, я так понимаю. Смотрите, как было дальше. Меня на детектор лжи проверяли. То есть хорошо, что закончилось все хорошо. И я доказал, что я говорю правду. Но меня все равно подозревали. То есть дело продолжалось. И через два месяца выяснилось то, что ее нашли в другом городе. И по ее словам, что у нее все хорошо, что она там отдыхает. И возвращаться в семью она не намерена. То есть ей там хорошо, а мы ей вообще... Ну, а потом прекрасно Юрия Анна надоела, как следовало ожидать. И она пришла. Да, и получается, мне одному целый год надо было содержать ребенка. То есть на той работе, где я работал, я не мог находиться с ребенком рядом, потому что у меня постоянно были проблемы со здоровьем. Стадик ее не водил. Она находилась дома. И чтобы быть вместе с ребенком, я уволился с предыдущей работы. Нашел дистанционную работу, чтобы быть постоянно дома. Еще хорошо помогала мне сестра. То есть она приходила, приносила какие-то детские вещи. И что, эта сестра? Я знаю твою сестру. И я знаю, как она ко мне относится. Нормально к тебе относится. Не надо, пожалуйста. Замолчите. Как к вам относиться? Я на его месте. Он в советах не нуждается. Спасибо, что она помогала. Пока ты где-то там целый год гонялась своим Юлианом. Ну и что, Гена, сколько можно уже вспоминать эту ситуацию? Давайте ваши документы... Естественно, документы ваши дайте. Что у вас там? Вот. И понимаете, она потом... То есть я целый год находился просто в ужасе, в трансе. Я не знал, как быть. То есть у меня даже не было сил подавать в суд на нее. На развод. Ну вот это вы очень напрасно сделали. И понимаете, мне помогали... Начали помогать потом с... То, чтобы отнять у нее права на ребенка. Чтобы развестись. Что, Гена, ты не имеешь права такого. Да, имею я право. Я как отец, я имею право. Ты не имеешь такого права, Гена. Имею. Истец, посмотрите на меня. Я буду воспитывать ребенка. Я вас сейчас просто удалю из зала. Это понятно или нет? Ну, ваше честь. Я вас удалю из зала. Спорить со мной не надо. Или вы будете молчать, или вы сейчас при первом же слове вот туда пойдете в коридор. Мне важна психика ребенка. Вы понимаете, когда она пропала, я не знал, как даже отвечать ребенку, где ее мама, что с ее мамой, а где мама. То есть ребенок каждый раз мне спрашивал, где мама, где мама. А я не знаю, где мама. Мама где-то катается, мама хорошо, мама веселая. Вы понимаете, в чем дело? А вот вы, если бы вы вот в этот период, когда она полиции заявила, что она не вернется, подали в суд о снятии ее с регистрационного учета, это была бы одна история, а сейчас совершенно другая. Она такой же наниматель, как вы. Я что могу сделать? Что вы будете делать, когда она вселится? Да, тут моя вина. Я не успел подать заявление раньше, потому что она успела раньше мне подать в суд. Конечно, Гена, потому что я имею право жить в этой квартире. Так, выведите ее, пожалуйста. Вика ее не помнит. Выведите ее, пожалуйста. Вы понимаете, Вика ее не помнит. Она, был момент, когда она пришла на площадку. Вы понимаете, сейчас не об этом речь. У вас муниципальное жилье. Она такой же наниматель, как и вы. Да. Она имеет право на вселение. Я вас спрашиваю, что вы будете делать, когда я ее вселю? А я ничего не могу другого сделать. Я буду добиваться, чтобы этого не произошло. Понимаете, то, что я переживаю за психику ребенка. Это произойдет. Я вам говорю, это произойдет. Тут не о чем думать. Смотрите, если, ну вот понимаете, может произойти такая же ситуация. Если она один раз это сделала уже, то есть она шла какого-то Юлиана. Это я все понимаю, что вы делать будете. Она может, понимаете, я хочу с ней развестись. Мне нужно развод. Вам надо разменивать квартиру. Она может просто опять какого-нибудь любовника найти и умотать с ним куда-нибудь еще. Может, все может быть. А мне объяснять ребенку, почему мамы нет. Она у меня и так целый год спрашивала, где мама, а вот эта мама, а вот эта мама. Это я все понимаю. Но вы сами виноваты. Вам вовремя надо было шевелиться. Суд удаляется для вынесения решения. Верните эту. Пошу всех сладко. Иск Холдовой Натальи Викторовны о вселении в квартиру и нечинении препятствий пользования жилым помещением удовлетворить. Прошу садиться. Значит, я разъясняю, что порядок вселения в муниципальную квартиру прописан в статье 69 ЖК РФ. Согласно ему, в квартире может проживать наниматель и член есть его семьи. У вас ситуация трудная. Значит, вам нужно разводиться и разменивать квартиру. Просто разменивать. Муниципальные квартиры можно разменивать в принудительном порядке, если она не будет соглашаться через суд и так далее. Или съехать сейчас с ребенком, чтобы ребенок к ней не привыкал. Снять квартиру. Я говорю, ну это уже ваше дело, я не могу решить ваши проблемы. Сейчас я могу ее только вселить. Хотя понимаю прекрасно ваши чувства. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что меня вселили в квартиру. Я очень надеюсь, что Гена все-таки образуется. И мы сможем сохранить семью. И как-то вознаграждим, может быть, наши чувства. И все будет как прежде. Я буду добиваться своего до конца. Я доведу дело. Я возьму опеку над ребенком. И я воспользуюсь советом судьи. Мы будем разменивать свою квартиру. Чтобы у меня было жилье. И чтобы у жены было жилье. И я буду требовать развода. Дочки и сыночки слишком рано повзрослели. Но я уже взрослая. И могу позаботиться. И о себе, и о матери. Какой хороший мальчик. Потому что родители до пенсии решили оставаться безответственными детьми. Ты когда ребенка-то делал, ты о чем думал? О сердце. Чтобы не повторять чужих ошибок. Я не могу лишать ребенка отца. Если вы не хотели лишать ребенка отца, нечего было разводиться. Смотрите. Дела судебные яблоко раздора. Субтитры создавал DimaTorzok